здравствуйте друзья вопросик я зачитаю значит вопрос большой я бы зачитал на дороге вы как-то гляну но очень большой поэтому я уже пока мы на месте стоим душно не было открою значит справки в сша для устройства на работу получения прав и так далее надо ли бегать за справками в сша и всем все доказывать я честно говоря не очень понимаю что там надо доказывать но вот в россии допустим устраиваешься на работу в более-менее крупную компанию и чтоб устроиться нужно кучу справок и документов например в обычную я пытаюсь очки найти например в обычную среднюю компанию по размерам частную компанию паспорт военный билет диплом медицинский осмотр проходить врачей кровь сдавать делать флюорографию мочу кал зависит от работы от нарколога здесь требует иметь еще военный билет эту справку дают в одном единственном месте в городе миллионники очереди естественно огромные часто ругаются от психиатра эту справку дают в одном единственном месте в городе миллионники очереди огромная трудовая книжка я хочу сказать что за исключением вот медицинских всяких справок это мне напоминает как мы устраивались вот советское время паспорт военный билет диплом трудовая книжка ну не было там от нарколога но так хорошо потом тебя и близких родственников уже службы безопасности компании будет проверять по своим полу криминальных каналов о судимости а справка о судимости разве нужно в смысле там проверка судимости для этого не нужно полу криминальность никакого о том реальные ли дипломы всякие справки ты принес базы данных ну видимо много фальшивых справок поэтому базы данных о людях в россии кстати можно купить базы самые разные есть телефонные разных операторов о судимостях имуществе базы гибдд медицинские всякие сами понимаете птв тоже много про это говорили например и там ссылка на youtube всякие частные полу левые конторы которые дают деньги в долг на несколько дней недель и так далее проверяют по этим базам людей прежде чем дать ему деньги у нас тоже проверяют есть кредитная история такое понятие это официально все проверяют прежде чем вам деньги дать у вас есть история того как выбрали возвращали у меня друзья работали таких фирм очках там очень много разной информации о человеке на госслужбу надо все что выше плюс справку о получении прибыли я не понял с чего прибыли у него ну хорошо о том если долги перед государством или что-то вроде этого справка о несудимости также по преподавателям еще некоторым профессиям справка о уплате налогов тоже иногда надо еще какие-нибудь справки зависимости от работы я вот делаю всего этого вывод что в стране полный бардак но и хочется сделать вывод что бардак так и чё же и нет никакой единой базы данных ну а должна ли быть единая я даже не знаю это уже как это совсем тоталитарная фигня получается однако госструктура не может связаться с другой все проверить ой у нас бардак еще хуже вроде все есть запросить не могут официально нельзя запросить хотя известно что есть чтобы получить водительские права тоже нужно кучу справок приносить нарколог психолог гибдд не может проверить человека стоит он на учете у нарколога к примеру или нет ну и тогда никакого удобства для людей хочу ну ну да система заставляет бегать по всему городу собирать справки от каждого господразделения доказывает что ты не верблюд то есть это чувствуется боль какая-то у человека значит вот связи с этим такие вопросы есть ли вообще нужда ходить по всяким госструктурам и брать справки для другой госструктуры есть ли общие базы где они сами все могут посмотреть при необходимости при устройстве на работу в сша начиная от пиццерии заканчивая крупными корпорациями нужно ли собирать всякие справки приносить собой всякие документы дипломы и так далее насколько зависит от самой компании проверяют ли какие службы безопасности компании при приеме сотрудника на работу или же есть какие-нибудь официальные способы проверки человека если какие-нибудь базы данных о людях где собственной компании могут что-то проверять или какие-нибудь способы полулегальные если в полуоткрытом доступе а я пошел к полуоткрытым базы данных людей с разной информацией фамилиями отчества адрес телефоны судимости жена дети и так далее ну чё вопрос хороший значит поехали будем разбираться значит давайте мы разделим ответ на две части если вы устраиваетесь в организацию государственную то там надо сказать что все упрощено предельно они по вашему номеру социального страхования всю информацию которую государство есть могут так одной кнопочкой получить то есть действительно там как бы ну да вот да да все могут и никто вам не скажет принеси такую справку или принеси секую справку в общем все что их интересует у них на вас есть то есть у них на вас есть ну кредитная история ваша это не не государственная информация есть организации которые дают кредитную историю ну как бы кредитные бюро они за деньги там не по 15 долларов они дают на вас полную справку теперь это не только государственную организацию любым значит у них есть ваши налоги самое главное они видят там платили не платили сколько платили и когда платили они видят ну что еще их может интересовать полностью есть информация по части того что человек там срок отбывал или он там какой-нибудь секшуал харассер какой-нибудь там или там с детьми у него проблемы были там вот по этой части и так далее то есть вся криминальная финансовая информация налоги а налоги это еще не только налоги налоги это еще где он работал и в какие сроки это происходило когда это было и так далее то есть вот это все у них есть все это на буквально на одной кнопке очень много информации вот если вас например полицейский астры остановил вот на дороге да у него тоже на вас прям бах сразу и пошло на экране много много чего вот то есть государство в этом смысле конечно имеет все имеет можно сказать в одном месте да то есть как бы из одного места можно все получить при этом при всем есть некоторые права у человека что ли на приватность на то что люди не лезут там посторонние в его информацию поэтому под конкретную позицию там с конкретным уровнем там доступа к тому или к всему значит они проверяют что-то и больше чем это они никуда не лезут и им не нужно и могут и доступа тоже не дать если если что учесть чего значит из одной госконторы в другую госконтору и вообще никакие справки люди не носят мне нет такого чтобы идти куда-то взять справку и куда ты ее отнести я даже себе представить не могу чтобы можно было где-то взять справку я вам могу привести пример вот когда люди иногда говорят там дайте справку вот человек устраивается на работу и они говорят тут заполни формочку и напиши где ты работал в как в какие сроки в какой должности и там телефон и имя человека которого я могу сконтактировать на предмет скажем выяснения того что ты там работал там супервайзер там тогда или может быть они в отдел кадров могут сразу позвонить там даже не обращаясь никуда и вот допустим они звонят в отдел кадров а там никто трубку не берет они оставляют сообщение никто не перезванивает или кому-то звонят кого вы дали а его может быть там нету а может быть уже контора закрылась это мало никогда чего было и они вам звонят и говорят мы не смогли проверить то что вы работали в той конторе дайте-ка вы нам вы теперь дайте нам ваши например налоги налоговую декларацию за такой-то год да и мы посмотрим там что у вас от них есть там какие-то деньги или например там есть пейстабы так называют отрывные корешки от чека и там написано за год там допустим если мы в июле это делаем там будет написано сколько вы получили за июль и сколько вы аккьюмилативно получили с начала года например вот такие вещи там будут написаны и от кого но это только если они звонили и не смогли дозвониться то есть вот мне да ребята звонят там и говорят слушай они говорят на этом какую-то справку у меня нету я говорю это просто они не дозвонились значит звони в контору скажи им кому позвонить пусть они сами перезвонят это происходит сплошь и рядом вот это такая ситуация которую я могу себе представить чтобы справку носить но что вы можете с собой носить у вас есть social security там карточка саму карточку вы никому не даете и с собой не носите вы делаете с нее копию и вот у вас есть номер вы значит там можете дать им копию там чтобы они сняли себе с копии с вашей копии этой карточки у вас есть driver's license тоже они там в отделе кадров могут сделать копию когда вас уже взяли на работу они знают ваш social security они должны рапортовать деньги которые они вам платят они должны рапортовать на этот самый social security и налоги они должны платить за вас по вашему там social security тогда значит что еще может быть где-то могут попросить диплом об образовании я честно сказать не сталкивался вот войти когда работал никто никогда не спросил диплом об образовании но вот мы например в школе нашей мы не государственное учреждение мы частное но поскольку мы как бы лицензированы государством то у государства есть требования к педагогам к файлам которые мы держим на педагогов что там лежит и так далее вот например в наших файлах которые мы держим на наших педагогов у нас там должна быть информация про их образование копия диплома там и так далее и на студентов тоже мы должны там держать копию диплома и так далее то есть какие-то требования формально справки куда-то ходить в какую-то организацию и так далее я да я даже представить себе не могу не не знаю вот в принципе вы конечно можете запросить вот есть такая форма вы можете запросить онлайн выходить конечно никуда не надо вы можете запросить в онлайне какую-нибудь справку о чем-нибудь я не знаю там допустим сняли с человека судимость значит он может там пойти там где-то получить эту справку ходить никуда для этого не надо он может попросить адвоката получить для него эту справку если деньги есть ему как бы это влом самому заниматься можно так сделать но но это какие экзотические ситуации это надо еще судимость имеют чтобы ее снимать если вы такой как бы нормальный человек обычно без судимости без банкротства без того без всего без 3 10 Я не очень представляю, что с вас можно взять Значит, social security driver's license Вот, собственно, и все Если там требуется гражданство, значит, вы должны им паспорт показать Если вы натурализованный гражданин Если вы по рождению гражданин Вы должны им дать сертификат рождения Ну, или паспорт, если у вас есть и то, и другое Вот, так что на выбор, собственно, все Иногда еще возникает вопрос там о разрешении на работу То есть, если оно явно не происходит, скажем, из там грин-карты вашей Или паспорта И вам могут сказать, а какое у вас разрешение на работу Вы говорите, вот у меня там есть справка, вы должны ее показать Но она у вас есть, вам ее по почте присылают Вам, как бы, не то, что нужно куда-то за ней ходить Если у вас что-то там опять не хватает Значит, вы или звоните, или пишете, или формочку заполняете в этом учреждении И вам пришлют копию абсолютно любой бумажки Или там вы ее тут же в PDF загрузите себе на компьютер Или там распечатаете прямо оттуда и так далее То есть, чтобы ходить куда-то, я даже себе представить не могу Вот, наверное, так Давайте я гляну, может быть, там остались какие-то вопросы неотвеченные Сейчас, извиняюсь, мне надо развернуться Не развернуться, так, выйти на другую дорогу Значит, насчет удобства для людей Я не думаю, что это у нас, вот тут, скажем, это связано так Чтобы все стараются удобнее другим сделать за свой счет Чтобы потратиться на это Но я думаю, что просто эффективность Вот, как бы, это вопрос эффективности То, что эффективно, оно побеждает то, что неэффективно Так, мое такое понимание Вот, теперь, что у нас дальше При устройстве на работу в США от пиццерии и крупными компаниями Нужно ли собирать всякие справки? Ну, я вроде так поговорил Насколько зависит от самой компании Насчет медицины, здоровья Там, на наркотики Это могут проверить в каких-то таких компаниях, скажем Там, общественного питания, там, и так далее Могут, да Службы безопасности какой-либо компании Никогда не слышал, чтобы у компании были службы безопасности И чтобы они что-то такое там делали Наверное, я не работал в таких компаниях, где это имеет смысл Есть ли в полуоткрытом Есть ли какие-то базы данных с информацией и так далее Давайте мы на эту тему поговорим Значит, есть очень много информации, которая Как бы является не полу, а просто открытой То есть вы можете пойти в какой-то там веб-сервис И вся открытая информация может быть собрана в одном месте Вот, и вы там заплатили Есть такое, где вот пятерку в месяц платишь Вот я одно время был подписан Платишь пятерку в месяц И, ну, практически вся паблик информация там собрана на человека Все, что паблик Например, паблик это, скажем, недвижимость, которая у тебя есть Это паблик Вот все дома там, которые есть там у семьи Петровых там или Сидоровых Значит, там на нем числятся Можно пойти и посмотреть Можно посмотреть Сейчас я думаю Криминал рекорды, да? То есть вы можете Опять, три копеечки там где-то заплатили там на веб-сайте Это смешные деньги там, десятка, пятерка, пятнашка Такого плана И вы получите, значит, репорт там Криминальный репорт Вы получите кредитный репорт Ну, кому положено получать кредитный репорт Значит, тем могут заказать Я думаю, что это не то, что я могу пойти и на кого-то получить кредитный репорт Наверное, это приватно Но если это финансовые учреждения, они могут получить Эпартмент-комплексы, когда вас берут Вот, ваше заявление на съем квартиры Они тут же делают запрос Это стоит долларов 15 И им присылают ваш кредитный репорт И они видят, какой вы там хороший или плохой Кредита Там, я не знаю Взявец, да? Там, кредитополучатель Вот Значит, насчет полулегальных Я даже не знаю Тут есть легальные Наверное, есть какие-то нелегальные Но я не думаю, что кто-то пользуется вот так В реальной жизни Так, может, бандит какие-то Вот Очень много паблика информации Очень много Ну И человек освобожден от того, чтобы куда-то ходить Или там, чтобы кто-то получил о нем лишнюю информацию Тут, вы знаете, доходит иногда до абсурда Потому что Вот вы берете человека на работу Да? И вы не знаете Вот он пишет в резюме Ну, я там, допустим, пять компаний С конкретными сроками там И так далее И вы не знаете, на самом деле Работал он там или нет Когда вы его берете Значит, что компании сейчас делают Они нанимают агентства специальные Которые для них делают этот бэкграунд чек Там, employment verification Там и так далее И вот эти агентства Они берут там, я не знаю 300 долларов, например И за эти деньги Они по всем этим агентствам Значит, которые информацию дают Там по кредиту По преступности и так далее Вот они все до кучи собирают И обзванивают предыдущих нанимателей На предмет там работал, не работал В какой должности, когда работал Но они по правилам работают По правилам, например, в штате Калифорния Я не могу сказать ничего Про бывшего сотрудника Кроме должности И времени, когда он у меня работал Даже вот, например, зарплату То есть, они спрашивают Я говорю, конфиденция, спасибо И все, они дальше пошли Так вот, что я хочу сказать Что вот если Ну, такая абстрактная ситуация Вот есть там Иванов Иван Иванович Который работал там 7 лет таксистом После чего Иван Иванович Там решил стать программистом Там, на Пайтоне И вот он ходил, занимался Там, ребята, ему проектик дали Все, а дальше ему надо идти Работу искать А 7 лет он таксистом был И он эти 7 лет Расписывает там, скажем На 3 работы Вот один приятель его прикрывает По одной компании Другой по другой Третий по третьей И никто Концов не найдет Если только он не попадет Куда-нибудь Не станет в госконтору Подавать на работу Да, вот там они сразу его вытащат А в частное Ну что, вот они пошли в агентство Заказали на него Employment Verification Background check Background check он чистый У него С кредитом проблем нет В тюрьме он не сидел Там под судом Следствием не состоял Нормально Дальше начинают звонить Там говорят Иванов Иван Иванович Да, говорит Вы подтверждаете Что он у вас там-то и там-то работал Он говорит Да Галочку поставили Вот вплоть до такого Они не могут ему сказать Принеси налоги Принеси налоговую декларацию Где написано Где справка есть Они не могут сказать Принеси Там допустим Свои пейстабы И так далее Ну какую-то документацию Принеси Ну хоть что-то Они не могут Вот поэтому Странно Вот Даже не знаю Что сказать по этому поводу Но Многим карта поперла На этом месте Очень сильно Вот Поэтому То есть я бы так сказал Что Система не Назойливая По части сбора документов Даже в той ситуации Где на самом деле Надо было бы быть Может быть более Дотошными Потому что Имеет место Много злоупотреблений Но тем не менее Вот На сегодня так Вот Я бы так сказал Вы можете Например Пойти к рилтору И он вам Сделает распечатку Скажем Вот вокруг того дома Который вам понравился Например Где там Есть Sex offenders Где живут И там будет Прямо вставить Вот в этом доме В этом Есть люди У которых там Значит рекорд Как sex offenders Поэтому Много информации Но это государство Решает Какая информация Для публики Какая информация Для государства И какая информация Для граждан Ну в смысле Для учреждений Имеющих Определенный уровень Лицензирования Так что Они там Имеют доступ К тому или к этому Например Вот скажем Ваша медицинская информация Которая находится В офисе У вашего врача Она доступна Страховым компаниям То есть вы Когда страховую компанию Подаете заявочку На то Чтобы вам там Life insurance продали Там или что-то Вы им говорите Я разрешаю доступ И они с этой бумажечкой Обращаются К вашему лечащему врачу Ко всем тем Ко всем лечащим врачам Вашим Которые у вас были Когда бы ты ни был Они к ним обращаются Они знают этих людей Они знают кто это был По вашему Social security Все вылезает Вот И говорят Пришлите нам на него Если вы говорите Что вы никогда не курили А у врача Там написано Что курили Значит они это найдут Там Ну и так далее Что бы там Хотели скрыть Там я не знаю У них есть доступ Ко всем рекордам Они могут Для определенных видов бизнеса Глубже копать Для определенных видов Не глубже копать Или допустим Случился клейм какой-то Вы говорили Что не курили А человек умер Не дай бог От рака легких И тогда они начинают копать И выясняется Что он курил Ну допустим Совсем недавно еще Курил Потому что если он больше Двух лет курил Там Это Списывается Как бы Не в счет Но если В какой-то промежуток времени Они просто аннулируют Полис То есть Есть мощная Мощная система Когда я вот В страховой компании Брокером был Там например Я могу сказать Что у них не только К этому Есть доступ А есть например База данных Которые пользуются Страховые компании Относительно Клеймов По домам Которые 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 Утвержден Такая история Счастливо Которые